Здравствуй, Полтава! Сегодня вторник, 21 июня. На часах 8 часов 20 минут. Сегодня здесь будет аппаратное совещание. Посмотрим, о чем будут говорить. Вчера Алексей Чепурко дал добро, чтобы я сегодня пришел. Еще раз 8.20. Совещание на 8.30. Вчера был приватный сектор в улице Новосибирске. Выходили, где будет выполнена аварийная разборка. Встреча на улице Старикова поделок, который встався на проезжей части. Перекрыли, 3 минуты. Сейчас организовываются работы по поведению сегранили. Из того, что мы делали, мы на улице Небесной Содни Миру. По колектору на сезоне, мы делали уже 25 метров. Проложено новое другое, но осталось еще не менее 25 метров. Так что еще пару тижков на работе будет проводиться. Врунтовые другое. Там нужно заводским освадением. Будем ставить за некоторое время. Сейчас, как бы мы обовисти, перенесли. Иншую любви. Будем достаточно ключевые. Потому что там провалки пища. Машина уже стульта. На Европейском районе не важно. Там снова какие-то работы проводились. У нас сейчас Европейском районе будем, я думаю, дней через 10 уже резать. Поэтому мы опять же не можем. Мы тогда просили Владимира Ивановича обратить внимание на провал, на протяжении. Прямо посреди дороги. Ну, это он там у вас постоянно. Там тоже надо понять, что там происходит. Перестраховываться или тот, или тот мало ли я спрятаться. Что-то на волшебтации затронуться. Поделами петрутовку. А, пожарный петрутовку перестрахований, заряженный петрад нормализацией. И своими дорожными силами дорожностями, и своих проводных квадратиками. Ну, учителя, многие мови, которые были дыши, то сейчас поднимаем нормальные. И на этом неделе они осуществляют. Там тебе готовы. Таких аварийных ситуаций глобальных не было. Как раз вчера, но вчера горелось. С сегодняшний. Но тут что-то своими себе. Да. Своими, что-то было. Розобрались, что-то. Палили, что-то. Ну, давайте там надо на весь перебирь. Идет жара, мы не отривали, не дай богу, как львовскую структуру. До того, крема, когда пора не надо. Итак, что у нас по порам? Ну, расскажите мне, как у нас могло таки статись, что в центре города два тижня на дитячом майданчике не разгорается сметан. При том, что на дитячом майданчике предприятия совершают деятельность, стоят подвески. Какие устроены? Питание номер 1 для инспекции благополучия. Я делаю висловку, что этот инспектор, который закреплен за этим районом, ходит только по улице Соборной. Вот только по этой улице и ходит. За этот ум зайти, буквально лишних 20 метров пройти. Питание до мешканцев, питание до предприятий, которые писали, рассказывали, до народных депутатов обратились. То есть там вот так вот горе святят, и они до народных депутатов обратились. Ну ладно, это их шлях, и хай они не будут. Я питаю наша система, она вообще работает или не работает? Мы с Петрогубом. Чей это парк? Кто мне рассказывает? Он Розвитец. Он на балансе декоративной культуры? Нет. Яким чином туда попали ци подприятия? Мы им дали только? Ну, комиссия же дали. Дали. Ци подприятия повинні навколо себе територию? Повинні? Мы повинні это контролировать? Да. Повинні. Чудово. Тогда у меня питание до Киевского района. Что не бывает? Выбирали ли вы ищете? Ну и что дальше? Я на початку ездила давала заявку на французский. Кому давали заявку? На 1580? Была это заявка? Заявка давала. Чего мы не відравкували? Выдавали на ОМП. Где представник? Расскажите нам, якщо вы отримували заявку. Чому не? Давайте подниматься, чтобы вас все один одного бачили. Якщо была заявка через 1380. Что происходит? Это заявка. Заявка была. Я предполагаю. Она готова. Ну, видимо, ее как-то не так формулировали. Кто-то читал. Как это? Уважаемый путья, давайте формулировать так, чтобы все все понимали. Киевский район, если вы дали заявку и увидели, что где ничего не происходит, значит, надо вторую заявку. Или надо мне говорить. 1580 то же самое. Или мы просто бумажку написали, все, закрыли тему и поехали дальше. Так не закрыли тему. Инспекция по благоустрою тоже молчит. Киевский район увидел, написал, на этом все остановилось. А мы получаем кучу негатива через социальные сети и все остальное. Я на следующий раз всех вас буду звать туда, на место. И будете вместе со мной покупать им перчатки и пакеты. То, что я делал на выходные. Или вы считаете, что если выходной день, так можно трубку не брать и пропадать? Ваши страницы в социальных сетях. Чтобы не только я читал эту всю историю, которую мне пишут. Чтобы и вы читали, и вам тоже было стыдно. Дальше. Вот мы объезд делаем раз в неделю. Я объезд города делаю каждый день. Часть из вас делает то же самое. Вчера он в Танкаре встретил в городе и ездил тоже по городу. Вот я хочу от вас тоже видеть заявки на 15-8. Когда вы едете по городу, видите бумажку, стихийную свалку или видите какую-то грязь, я тоже хочу, чтобы вы принимали участие в благоустройстве нашего города. Не просто проехали всю. Мы же вроде как работаем в одной команде, правильно? На прямую хорошо. На прямую хорошо. Но этот процесс должен быть непрерывным. То количество мусора, которое сейчас есть под балконом. Мы сейчас будем отдельно с предприятием разговаривать. Сейчас поедем по объекту. Посмотрим. Я всех приглашаю сейчас на улицу Пушкина. На улицу Шевченко. Чтобы мы посмотрели, что у нас там происходит с тематой. Дальше. Мы для чего-то с вами собирались и разбирали все контейнерные майданчики. Кто их убирает? Услан Владимирович плохо убирает. Даже те, которые закреплены за кем. Давайте вот по этим майданчикам, чтобы мы закрывали уже тему, две недели вон срок. Разберитесь, пожалуйста, с тем количеством, просто я считаю, неадекватным для этих контейнерных майданчиков, когда у нас по городу через каждые 50 метров стоят майданчики. Скажите, контейнерами, для чего они каждые 50 метров стоят? Для удобства горожан? Вопросов нет. Только не каждые 50 метров. Вот каждый майданчик – это источник мусора. Вы же это видите прекрасно, правильно я понимаю? Мы на Монастырской сколько насчитали? Пять или шесть? Ну, это объезд когда был у нас? Две недели назад? Три? Две недели. Сейчас мы поедем на Монастырскую и посмотрим, что там происходит. Олицей Рович, мы по этому выжалили. Мы стояли на Монастырской. Большая кровь. Судя по всему, они и не платят. Поэтому они его оттуда брали. Кто, перевозчик или там? Ну, я не знаю, как это. Там раньше был договор. На трослова нет? Есть. А для первого договора это заключали. Ну, как мы заключали, сейчас там этот контейнер мы брак убрали. Мы сразу задали вопрос, потому что мы рядом. Мы с вами мусор сами набираем все. Вот там сейчас начнется. Это отловы, где я заворажил вот этот фотомагазин. Вот еще раз. Сколько раньше раз в годы? Чекотейнер. Возвращали больше. Мы вообще планируем в тех процессах, чтобы нарисовали хотя бы два раза. Парагал? Да, специально. Потому что у нас получается ситуация в чем? Мы больше шести контейнеров не можем загрузить на машину. То есть машина у нас кротка. И у нас трудозаправки. Мы закатываем их на ЗИЛ. Вот это все занимает время. То есть если близкая подход, то это машина мы там брали 8-12 штучек. А так мы только берем 6 и все. Т.е. другого раза за день мы можем там 3-4 часа. Вот это все. Усправленная работа. То есть цепь прикрепилась. И не хватает. Мы их будем там брать? Нет, нет. Что мы делаем? Сейчас мы промываем ливневки. Мину наливали. И одновременно сейчас будем заниматься ремонтом этих. Провалов, промоем и так далее. Когда на 15-80 сразу вот эта ливневка, которая на начальство, фрукта, европейская, да, возле остановки. Три раз. Три раз. Значит делаем четвертый, но последний. Мы делаем четвертый, но последний. Понятно. Потом будем вместе там все работать. Ну аппаратка прошла в течение 25 минут. Сейчас 9 часов. Все собираются возле автобуса и будет объезд. Я попрошусь. Надеюсь, что и меня возьмут. Посмотрим, что будет происходить дальше. Как три раза. Наша история. Вот это же те же подборщики. Они же должны по кольцу ходить. Это свежее. Все водичем больше. Не утром. Ну у Наташи старовавчина. Заединила ее пятница. Ну все. Константин. Там, ну смотрите, опять 4. Все. Дород вечером отдыхал на детских площадках. Там опять еще дорогой. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 То они едут, то все вам вручат. На часах 11 часов, 8.30 началось, планерка такая, потом она перешла в мобильный режим. Я вам показал обычный вторник, что происходит в этот вторник, не в этот, а каждый вторник. К сожалению, одни службы, начальники служб делают свою работу, другие ждут, когда им пальцем покажут, что делать. Но это жизнь всеми разная. Но будем надеяться, что все равно в любом случае, без указки, многие будут выполнять свои функциональные обязанности. Город будет жить и будет красиво жить. Редактор субтитров А.Семкин